На одной волне с городом. Радио. Болтком. Радио. Болтком. Авторскую программу Константина Рангза. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. А мы открываем программу Климат-контроль. Всем еще раз доброго утра. Здравствуйте. И в студии Олег Пека, а по другую сторону нашего эфира морской геолог, журналист, пишущий о науке, ученый Константин Рангз. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро. Я напоминаю телефоны прямого эфира. 67212-93-9. 67213-93-9. Ну и есть еще один способ связи. Можно присылать письменно ваши вопросы, замечания, предложения, комментарии на номер WhatsApp 2-300-6191. 2-300-6191. Ну и, конечно, разбираем мы такие сложные, серьезные проблемы, потому что видим мы, что, да, действительно, климат планеты меняется. Хотя вот на протяжении человеческой жизни, казалось бы, эти изменения несложно заметить, но часто они происходят достаточно стремительно, и мы можем уже вот наблюдать и осознавать то, что если мы не предпримем какие-то действенные шаги, то может стать, в самом деле, слишком поздно. Но все это связано, конечно, с тем, что нужно объединиться для этого, объединить усилия всех людей, живущих на Земле. Вот такая философская подводка, но, тем не менее, вот какие самые последние, что сейчас происходит вот за прошедшую неделю? Какие-то, может быть, новые данные, какие-то новые исследования, какие-то новые тенденции начали прослеживаться? Ну, надо сказать, что самая главная тенденция, это, конечно, которая очень сильно ударила по идее, точнее, можно сказать, столкнула позиции тех, кто считает, что нужно быстрее переходить на зеленую энергетику, чтобы уменьшать выбросы ради, так скажем, сохранения нашего климата и уменьшения последствий глобального изменения, потепления в том числе. Ну, и тех, и скептиков, которые говорят, господи, а где вы это самое потепление видите? И вообще, собственно говоря, тут нужно все силы бросать не на то, чтобы дорогие игрушки, автомобильчики делать, а решать вопрос, как будем дамбы строить, как будем получать больше энергии, потому что сейчас, как мы видим, цены на газ растут, что называется, прямо-таки на глазах. Они, причем самое главное, если бы они там стабильно росли или бы стабильно падали, это же спекулятивные скачки. Вот сколько обсуждений идет по поводу того, что вот вчера президент, или позавчера президент Путин сказал, что нужно добавить газа в поставках Европы сверх оговоренных договорных лимитов, вот это очень важно. По договорам Россия, Газпром, точнее, все поставляет, но от него хотят больше. И вот тут все думали, дадут, не дадут, дадут, не дадут, вот вроде бы все. Глава России заявила о том, что можно дать больше, но не во вред себе, но все равно больше. И вроде бы говорят, вот Путин сказал, и цены рухнули. Хотя, в принципе, тот же самый РБК и другие деловые издания обратили внимание, что падение началось цен раньше, чем об этом сказал Путин. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что существует так называемая инсайдерская информация. Но это очень просто. Мы берем, и кто-то, у нас есть инсайдер, допустим, в Газпроме, и он говорит, сегодня после 12-ти наш президент скажет, что мы можем дать еще на условно 9% больше газа Европе. Естественно, тут же дается вброс в эфир, это очень интересно. Все журналисты всегда мечтают, мы знаем об этом, иметь эксклюзив. Дают эксклюзив или сообщают это на бирже каким-то деятелям. Ну и все, и, короче говоря, не надо вкладывать деньги, газ подешевеет. И все, и потом вот начинается это падение. А потом оно опять начинается, потому что прошел другой слух, что все-таки решили, что не будут увеличивать подачу газа. И вот эти колебания, они существуют, спекулятивные, на фоне реальной ситуации. Не до конца заполнены газовые хранилища Европы. Там еще заполнять надо. Как мы уже говорили, Олег, что несколько передач назад, что, например, Нидерланды – это газовая, ну, так скажем, одна из самых газовых стран Европейского Союза, на территории которого находится крупнейшее газовое месторождение Грёнинген, которое работает с 1959 года. И, кстати, именно Голландия была законодательницей МОД по тому, как нужно торговать газом, какие существуют подходы, почему газ привязан к цене нефти. Это имеется в виду, когда вы заключаете долговременные контракты. Так вот, в Голландии из-за того, что ее потряхивает из-за добычи газа, ну, там очень просто. Снижается давление внутри земли, породы переупаковываются, ее начинают трясти. А для Нидерландов, страны, которая построена реально на песке, из песка, вот ее бадамбы, вот эти вибрации, они очень опасны. Я этим занимался больше 10 лет на Дальнем Востоке, и могу сказать, что вот этот вот эффект разжижения возможен даже по незначительных землетрясениях. Так вот, они решили, что это очень для них нехорошо, и вот с 22-го года, типа того, что мы свернем добычу газа, полностью отдадимся ветрякам и солнечным батареям. А тут, смотрите, какая интересная вещь. Зима была холодная, лето было экстремально жаркое, не хватало энергии просто. А тут еще проблема в том, что ветра нет. Вот элементарность. Нет ветра нужного количества. И ветряки крутятся едва-едва. То есть нельзя заменить в обогреве газ электричеством, вот этим вот экологическим. Значит, опять нужно жечь газ. Нет газа, нужно доставать уголь. А мы же, как говорится, своими собственными руками эти станции порушили. Опять же возьмем ситуацию. Если бы в Германии крупнейшей экономики Европы не поставили бы крест на атомной энергетике, она могла бы сейчас бы восполнить свой дефицит атомным электричеством. Но нет же, они же пошли по такому зеленому пути. И ладно, допустим, француз. Это сейчас в лучшем положении. Почему Франция, например, по моему мнению, может объявить о том, что ну все, так говорится, будем ставить предел по цене газа. Ну потому что у них есть источники электричества, которые от погоды не зависят. Как известно, там, по-моему, более 60% электричества во Франции вырабатывают именно ядерные станции. Она мировой лидер вообще по доле атомной энергетики. И, наверное, они, как говорится, сейчас находятся как раз на коне. И по этой причине вот оно и получается, что сейчас ведь есть еще один пункт. прогноз о том, что следующий сезон вот этот холодный, да, будет реально такой же холодный. Следующий, это имеется в виду вот эта зима, которая... Вот сейчас зима, зима. Зима 21-22 года. Она будет холодной. А если зима будет холодной, значит, нужно накачать газ в хранилище. И тут все ломанулись быстро его качать. Надо сказать, что как бы вы ни относились к господину Путину, но то, что он говорил о том, что рано или поздно придет момент, это он европейцам говорил, которые отвечали за политику газовую, что рано или поздно придет момент, когда спотовые цены станут выше цен долговременных. А эта вся история больше десятилетия уже тянется, с 2008 года. Ведь изначально вот эта вот голландская метода take all pay, бери или плати. То есть система построена таким образом. Мы заключили соглашение, что я вам качаю газ, а вы мне за этот газ платите. Но мне нужно, так скажем, оплатить. Я хочу сказать, что как человек, который проработал много лет в морской инженерной геологии для целей того же Мингазпрома, это крайне дорогое удовольствие. Искать газ, потом добывать газ. И что самое интересное? Поставлять его потребителю. Его нельзя просто так. Вот вышел из газ потока и пошел он в наши конфорки. Его подготовить надо, осушить, стабилизировать. Есть примеси очень вредные. Его нужно отправить потребителю как конкретный хороший продукт. Качественный продукт с установленными стандартными параметрами. Так вот, я хочу эти деньги отбить, а вы хотите иметь газ в течение 25 лет. Нет, мы заключаем соглашение на многие годы, где оговариваем, что вы будете все время брать этот газ. А если даже не будете его брать по каким-то своим, может быть, внутриполитическим интересам, то все равно будете за него платить, как бы если взяли. Но это если утрировано. Это долговременные интересы. Так вот, сложилась ситуация в одно время, когда вот эти вот цены спотовые, то есть цены газа, которые раньше закачали в хранилище, а потом продают, да, рынок такой, да, оказались гораздо привлекательнее, чем цены вот по этим долговременным контрактам. Такое было еще и чуть больше года назад, в прошлом сезоне, ну, на волне вот этого первых двух волн ковида-19, да, когда цены рухнули, вот особенно спотовые, а контрактные цены высокие. Но вот в том-то и дело, что мир меняется, погоды меняются, чудеса, все чудесастее, вот, а жадность человека всегда остается константа. И в итоге получилось, что к этому году прислучился идеальный шторм. И морозная зима, жаркое лето, мало дождей для гидроэлектростанции, ветра мало, не закачали вовремя нужное количество в Европе газа в свои хранилища. Тут же решил один из производителей газа, вот именно Голландия, прекратить в 22-м году, поставлять его. В общем, короче говоря, целая куча. И еще, стало восстанавливаться после эпидемии канвида экономика в той же Европе. Газа стало требоваться больше, чем в прошлом году. И получилось теперь, что как раз фиксированные цены на газ стали гораздо ниже, чем цены спотовые. Ну, ясное дело, что в будущем, в грядущем эти цены тоже могут упасть. Вот это все понятно. А вдруг зима будет теплая? Но вот эта неопределенность, непонимание того, вообще, какой сезон теплый, мы уже говорили, Алекс, с вами неоднократно, что есть масса замеров, когда получалось, что в пределах Европы декабрь мог быть теплее, чем начало июня. поэтому, что называется, и трещат головы у аналитиков. А долгосрочные прогнозы, они действительно такие вот неточные оказываются? Ну, если имеется в виду, вот скажем, летом, сделать прогноз, какой будет зима? Это все разговоры, знаете, из принципа статистического, например, ненаучный принцип, когда вы знаете, что вот происходит какой-то конкретный процесс, у вас есть четкая модель, проверенная модель, и вы видите, тут мы имеем такую температуру, влажность, тенденция, вот это к этому придет. А это, знаете, статистика о том, что по данным наблюдений, за 60 лет после вот такого лета была вот столько-то раз была такая зима. Дело все в том, что, смотрите, даже уже к пятым суткам прогноза ошибка нарастает все больше и больше в математических вот этих вещах. И одна из причин в том, что действительно меняется климат. Все старые, все системы, которые были разработаны, они относились к тому климату, условно говоря, прошлого, 20 века. А сейчас климат меняется, а еще не успели создать новые, так скажем, расчеты. Хотя уже сейчас, например, вот я смотрел финские материалы, там говорили, финский институт метеорологический очень сильный, кстати, в Европе. Так вот уже тогда говорили о том, что мы теперь должны ставить новую норму. то есть вот то, что сейчас считалось экстремально, оно должно становиться новой нормой. То есть сама вот эта вот схема, условно говоря, правила игры должны пересматриваться. Но беда-то вся в том, что, судя по всему, процесс еще только идет. И вот мы сейчас пересмотрим правила игры, это не быстро, пройдет несколько лет, а они опять изменятся. поэтому вот это вот непонимание того, что будет в следующем, как говорится, сезоне, будет он теплый или он будет экстремально холодный, для нас уже сейчас экстремально холодный, мы не знаем. У нас между тем есть звонок, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, вы знаете, кроме природы и недопоставки, еще же политики никак не могут договориться. Вот, например, Литва прекратила на 15% подачу электроэнергии из Белоруссии и России. Украина кричит, не нужен Северный поток-2, кто-то в Европе тоже. Но пока, мне кажется, политики не договорятся, плюнут на свои амбиции, а будут думать о жизни людей, ничего, скорее всего, не получится нормального. Спасибо. Ну, вы простите, знаете, я понимаю ваше огорчение, но дело все в том, что политики это люди со всеми их слабостями и грехами. И по этой самой причине надеются, что политики в какой-то момент прозреют и станут вести себя как неполитики. Вы посмотрите, например, для каждого какие-то свои собственные ценности, красные линии. Вот, как я, по-моему, увидел новость, господин Карриш, наш премьер, сказал, что вот сложно принимаются решения, зато демократическим путем. Для очень многих вот реально это важно. Мы там шесть часов будем сидеть, совещаться, как наши вот руководители правительства минувшей ночью, восемь часов будем сидеть, совещаться. Вот. А может быть, вот действительно вот задаются вопросом, может быть, совещаться нужно было не сегодня по поводу того, что делать, а заниматься этим вопросом летом. Например, в июле, когда там число заболевших отчислено, там 30 человек заболело, там 60 человек заболело, вот в это время могли бы и без отдыха, так скажем, без отпуска поработать, ну, несколько дней и подготовить проекты заранее. А что мы будем делать, когда у нас будет две тысячи заболевших в день? А что будет делать, если у нас будет пять тысяч заболевших в день? Вот что мы будем делать? Ведь по идее должна система быть такая, случилось вот это вот уровень заболевания, достаем папочку номер три, открываем, и мы уже как бы план согласовали. А не в последний момент, ах, боже мой, в восемь часов там кто-то улетел, кто-то не прилетел, вот, и начинается какая-то чехарда, если бы только такое бы в Латвии было, да, вот, но, к сожалению, это общеевропейский вопрос. У нас еще один звонок. Доброе утро, меня слышат? Да, ну, не совсем согласен про политиков, а почему в Финляндии по-другому? Вот я просто знаю, мама живет там больше сорока лет, там абсолютно все по-другому, чем в Латвии. Почему так? Там же тоже политики, но они же вот так не делают, да, не какают на голову своим жителям, да, своему народу. Ну, вы знаете, я могу сказать, что я в Финляндии 20 лет, 21 год, да, вот, и просто по своей работе, я там же много лет был аккредитован при Министерстве иностранных дел в Финляндии и видел, имел возможность контактировать с финскими политиками. Просто, понимаете, во-первых, а, это система политическая, построенная на других принципах, а, б, это, конечно, традиции, так скажем, народного самоуправления, которым больше полторы сотни лет, как минимум. То есть, вопрос заключается в том, что там другая политическая культура, там человек идет в политику, не то, что вот он там был, условно говоря, успешным бизнесмен, ушел в какую-то партию, и вот мы все теперь на него, как говорится, молимся, зачастую, там большая часть финских политиков начинает свою деятельность в общественных организациях, они проявляют себя, вот, а потом двигаются так, вот они, местная общественная организация, потом, может быть, это, они двигаются в местное самоуправление, это очень важный момент в Финляндии, местное самоуправление, настолько важное, что они даже иностранцам позволяют голосовать, вот которые, по-моему, пять лет прожили, да, они позволяют не гражданам Финляндии голосовать в местном самоуправлении, для чего? Для того, чтобы даже эти не, ну, не граждане, имеется в виду не то, что не граждане, а просто вот иностранцы, которые там живут по постоянному виду на жительство, чтобы эти люди тоже чувствовали свою ответственность за то, что происходит, почему вот как убирают снег, куда деваются листья, как говорится, когда будут ремонтировать дома, когда дорогу проведут, когда садик построят или что-то там еще, понимаете, то есть это очень важно, чтобы люди чувствовали свою личную ответственность, а вот эти местные власти уже после того, как человек поднабрался реального опыта и умеет принимать решения, вот это очень важный момент, он уже движется дальше в Эдускунту, то есть в парламент, хотя вот тут надо ложку дегтя обязательно добавить, опыт показывает пандемии и сами, потому что очень важно, финны об этом пишут и сами себя тоже критикуют, о том, что когда началась пандемия, то власти оказались в интересной ситуации, с одной стороны они все понимают, что надо делать, но законодательной базы необходимой нету, пока это все не решит парламент, и вот там действительно шел разговор о том, что каким-то образом нужно этот процесс ускорять, если как вот интересно, отчаянное время требует отчаянных мер, решительных, но с другой стороны есть опасность, что если начать вот так действовать решительно, это вот финна опасается, то в таком случае возникает, что у исполнительной власти будет слишком много власти, а они этого опасаются, поэтому они там действительно разрабатывают всякие детали, и кстати, вот совсем недавно, еще не две недели назад, они вовсю говорили о том, что мы будем в октябре месяце снимать все ограничения, а сейчас об них неожиданно опять начала расти заболеваемость, и они, хотя они готовы были к тому, что она может расти, но вот сейчас уже они сразу начали совещаться о том, что надо быстренько готовиться и возможно принять какие-то меры, то есть я что хочу сказать, что конечно их система она более отработана, но в значительной мере и потому, я обращу внимание, я согласен со слушателем, точнее даже не вопрос, а как бы можно сказать утверждение, он-то знает, что финское население, оно воспитано поколениями уже в доверии к профессионалам, например, к тем же врачам, если не нравится финну диагноз, который ему сказал доктор, он пойдет за вторым мнением, так называемым, но он не в интернете будет искать, и не у соседа слесаря спрашивать, или условно говоря физика, а он пойдет к другому врачу, вот это очень важный момент, и если говорится о том, что вы должны прививаться, уважаемые дамы и господа, то вот сейчас у них уже почти 80% как минимум одну вакцину получившие, да, вот, то есть там вот этого такого явного движения антиваксеров просто-напросто не существует, больше доверия, и смотрите, как они действуют, вчера, например, вышло, они очень активно обращают внимание, что происходит с народом, особенно, чем народ недоволен, и они обнаружили, что, например, как раз в среде нефиноязычных больший процент скептиков в отношении вакцинирования и меньшее количество тех, кто вакцинировался, что они делают? Они издают специальные видео, брошюры, уже, значит, вышли на русском языке, это, вот, без всяких рассуждений о том, что можно это, нельзя, в Финляндии нету, условно говоря, таких, так сказать, ограничений на использование языков, уже вышло на русском языке, сейчас на суахиле делают, на арабском языке делают, неважно, они хотят охватить практически всех на их языке, вы хотите читать, и лучше, вам нравится, что это будет китайский, вы получите брошюру на китайском языке, мало там брошюр, видео записывают, в конечном счете там живут самые разные люди, особенно, вот, в район Итакеску, зайдите, там идут люди в этих самых бурках, вот, как вот это вот знаменитое, которое что-то либо требует, когда полностью лицо закрыто сеткой, идут в хиджабах, идут девушки в мини-юбках, но в хиджабах, а идут люди, так скажем, негроидные расы, дамы, в которых, как раньше говорил Аркадий Райкин, ленточка, полленточки, вот такой вот он, вместе, супер-мини-юбка, непонятно, то ли мини-юбка, то ли пояс широкий, но тем не менее, они там все циркулируют, на каком языке говорят, меня обслуживал человек, который вспомнил, что он немного говорит по-русски, при этом родной его язык явно какой-то африканский, с кем-то он говорил по-фински, и еще с кем-то по-английски, это Вавилон, вот понимаете, парадокс в том, что для Риги, Хельсинки, это так же далеко вот в этом ментальном плане, как тот же Лондон, потому что это город, и они как раз видят в этом, что так получилось, да, они в этом видят потенциальные свои возможности для развития, ну так они видят, ну что сделать, но они считают, что вот эти массы, они должны научиться и понимать прежде всего, что делается в стране, то есть их нужно привлечь, а как привлечь человека, чтобы он действительно отдался душой, да, и понял, что это теперь его страна, а его давайте начнем с ним говорить на его родном языке, то есть этим в Финляндии очень многих людей, ну как и другие западные страны, подкупает вот этим движением, поэтому я хочу сказать, что очень важный момент, это момент предварительного, так скажем, подготовки, не тогда, когда уже все рухнуло, и тогда, да, знаете, штурмовщина такое было в советское время, я помню, такое слово, которое, кстати, очень критиковалось, это явление, когда тянем, тянем у нас план на год, мы 11 месяцев в году, что называется, бьем баклуши, а в декабре мы делаем все ударно, и поэтому, кстати, люди в то время не любили покупать товары, выпущенные в декабре месяце, потому что понимали, что делали их, абы, как тяпляк, но хорошо считалось покупать товары, как в первом полугодии, но это отдельный разговор. Я сразу вспомнил роман Азимова, или вот как его сейчас принято называть, Азимова, «Основание», по которому сняли сериал, и ведь это тоже очень интересный такой посыл, там речь-то идет о том, что некий ученый приходит к выводу, что нас ожидает какое-то крушение, ну, то есть, галактической империи, он пытается подготовиться к этому и строит долгосрочный план, и вот там как раз-таки весь этот роман, он производит именно впечатление, что начинается какой-то кризис, все достают папочку, а что же он вот написал и вот дал четкие инструкции, он как бы все предвидел, что произойдет и что нужно делать в этой ситуации. И вот этот роман сейчас, я смотрю, вот экранизированный, по-моему, Apple Plus его экранизировали, и он очень большой популярностью пользуется. Может, пришелся ко времени. Ну, тут надо сказать, что, конечно, всегда нужно понимать, что тот человек, понимаете, есть проблема, что специалисты, специалисты, они же страдают одной вещью, они понимают, что что-то может произойти и понимают, что могут произойти, но поскольку у них в голове уже воспитаны всевозможные ограничения, то есть, он понимает, что событие произойдет с вероятностью 80%, и поэтому он начинает людям говорить о том, что мы должны предполагать, что возможно, что у нас будет, условно говоря, торнадо над Ригой, да, но есть возможности, есть шансы, это люди пропускают мимо ушей, потому что, ну, что такое, возможно, что-то будет, вот, а если от человека, который говорит о том, что, ребята, надо спасаться, нас ждет неминуемая торнадо, которая сдует весь в Ригу, да, вот, то это у людей вызывает такую ажиотацию, но эта ажиотация тоже быстро пропадает, а вот если появляются люди, которые говорят о том, что есть реальность, что нам и потеряем каждую третью квартиру, что будут вот такие-то вещи, то есть, уже с цифрами, объяснениями, то вот именно в этом случае люди начинают что-то понимать, беда-то вся в том, что зачастую либо мы имеем, так скажем, общественное такое мнение, которое готовит желтая пресса, да, ах, страшно, все там упало, все угромкнуло, упал, метеорит летит, либо мы имеем совершенно невнятные рассуждения специалистов, вот в этой связи хотел бы отметить, что, например, вот 10 лет, ну, скоро будет 10 лет в следующем году, когда вот было это знаменитое наводнение в Крымске на Северном Кавказе, и дело все в том, что на самом деле, если было посмотреть, да, действительно, ведь были предсказания о том, что будет наводнение, но это наводнение, и что делать, было подготовлено таким непонятным образом, вот российскими средствами массовой информации официальными, специалисты говорили всеми, что, собственно говоря, понять, что же действительно будет, было тяжеловато, тяжеловато, я имею в виду не специалистов в управлении, а простых людей. В этой связи хотел бы обратить внимание, что, как кто бы ни готовил это, тоже очень важно, как себя ведут люди, вот, например, в Соединенных Штатах есть такая организация, тоже твой, свой МЧС, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, ФЭМА. Так вот, у них на русском языке, опять же, тоже есть брошюры, как нужно готовиться к чрезвычайным ситуациям. И одно из первых, что там, с чего начинают, это с того, что, господа товарищи, вы должны понимать, что если у вас чрезвычайная ситуация, условно говоря, в городе, то местные врачи, местные пожарные, местные спасатели, они тоже терпят бедствие. Они не смогут вас спасать. Это ни один дом горит, ни один дом разрушил торнадо, или ни один дом заболел. Это город заболел. То есть заболели и полицейские, и врачи, и пожарные, и все прочие. И помощи вам нужно ждать, только откуда-то извне. А это нужно делать как минимум три дня. Поэтому у вас всех должно быть на три или там бы другим требованием, на пять дней дома запасы воды, лекарств, пищи, пищи для ваших котов, собачек, рыбок. И вы должны четко понимать, что если губернатор объявил эвакуацию, то вы берете свой дежурный чемоданчик, и отправляетесь на эвакуационный пункт, а не начинаете рассусоливать о том, что ехать, не ехать, а если вы не едете, не пришли на эвакуационный пункт, то вы, простите, на себя берете всю ответственность за свою жизнь. И это тоже нужно отдавать отчет, что если вы не что-то не делаете, и вам сказали, что нужно делать, ну, значит, это up to you. Я хочу сказать, что вот этим надо заниматься было постоянно у нас. У нас просто очень много звонков. Здравствуйте, да, пожалуйста. Доброе утро. Вот, господин Ранс, вы уважаемый, умный, безусловно, ненаивный человек. Вот вы о Финляндии говорите, очень интересно. Вот сейчас вы сказали Вавилон, много языков, все. Какой смысл сравнивать Латвию с Финляндией? Вот вы Эстонию тоже неплохо знаете. И все показатели, значит, несоизмеримы, недостижимы. Понимаете? И даже вот по ковиду у них показатели гораздо хуже, но доверия к ним намного больше. Вот я позавчера с эстонцем разговаривал. Просто я к чему это говорю? Вот наши здесь выдающиеся деятели, они вообще, значит, с кем себя не равняют, и им конечный результат вообще не интересен. Но об этом надо говорить. Поэтому сколько бы мы не слушали про Финляндию, это, еще раз, вы Вавилоном это назвали. Абсолютно правильно. Да, спасибо. Да, ну, давайте, я говорил про Финляндию потому, что позвонил человек в студии и как раз упомянул Финляндию о том, что там живет у него мама уже 40 лет. И почему там вот такая ситуация? Я высказал свое мнение, почему. Потому, по целому ряду причин. Да, конечно, мы сравниваться не можем во многих вещах, и если сравнивать, то нужно сравнивать с другими, для начала соседними странами, с той же Эстонией и с Литвой. И да, Эстония очень часто во многих позициях, связанных с государственным планированием, нас обходит. Ну, да, действительно, так оно и есть. Вопрос другой. Какие вы берете себе идеалы? Если вы хотите двигаться как наиболее передовые страны Европейского Союза и мира, то значит, тогда выбираем одну систему. Я хочу сказать, что, понимаете, экономику очень трудно изменить, так все. Политика, ну, тут масса нюансов, мы вообще входим в русле европейской политики, я даже не об этом говорю. Но вопросы, которые касаются действий в чрезвычайных ситуациях, они же касаются всех, независимо от национальности, от происхождения, от социального статуса. Это вещи, которые касаются всех. И поэтому, естественно, как бы логика такая, что руководство должно посмотреть на лучшие образцы и постараться действовать именно таким образом. Меня вот, например, просто ошарашило вот эта манера ночных заседаний, они становятся традицией какой-то. Вот мы сидим, там 6 часов сидим, там идет седа, потом 12 часов сидим, и, наконец, мы рождаем какие-то предложения. Хотя, казалось бы, ведь говорили о том, что ковид никуда не денется, еще это летом шли разговоры, а сейчас вот у нас вот так, знаете, и очень смешно выглядит, когда рассказывают о том, что у нас будут ограничения, тут же открытие новых магазинов, ну, ребята, вы как-то определитесь, да, в конечном счете, ладно, понятно, владельцы магазинов заинтересованы в торговле, они в это деньги вложили, но, может быть, если бы мы заранее, эти же магазины же не вчера построили, то есть, заранее можно было бы оговорить и тем же владельцам магазинов сказать, что вы будьте уверены, считайте, что скоро может сложиться ситуация, что в вашем магазине, условно говоря, будет пропускная способность всего 100 человек в час, вы подумайте над этим вопросом, может быть, не стоит открывать столько много магазинов или какие-то другие, куда-то совершенно на глазах исчезла уличная торговля, вот я это понять не могу, даже там, где вот были рыночки, куда-то это исчезли, хотя по идее, например, все же тоже говорили о том, что уличная торговля на открытом воздухе, это вариант, это вариант, потому что там шансов заболеть гораздо меньше, вот. Ну, хотя вот на кольце третьего троллейбуса и еще на Валдемара есть места, где какие-то такие вот, ну, рыночки такие стихийные, ну, не стихийные, но оборудованные остались. опять-таки, это получается стихийный, не оборудованные, а если было бы заранее, вот опять папочка номер 4, по вопросу торговли, ясное дело, что большие торговые центры, они будут в убытке, если вы резко ограничите количество людей, либо им придется завышать цены, значит, сразу получается сегрегация, потому что обеспеченные люди переживут, а малообеспеченные люди пойдут на дно, то есть, в принципе, это же легко прогнозируемое, и если взглянуть на планету, да, вот, можно посмотреть, например, опыт того же Вьетнама 30 лет тому назад, может быть, кому-то стыдно себя сравнивать, только я прошу напомнить, что сейчас Вьетнам это крупнейшая индустриальная держава, но Википедию можно посмотреть, чтобы в этом убедиться, но дело-то не в этом, дело-то в том, что 30 лет тому назад существовали магазины, как их называли, коммерческие, и существовали магазины, которые давали продукты по фиксированным ценам для беднейших слоев населения, то есть, я не говорю, что нужно возвращаться к этому, но нужно думать о том, какие есть варианты, чтобы с одной стороны не грохнуть экономику, но с другой стороны дать возможность каким людям решать эти вопросы и того же самого обеспечения, тем более у нас сейчас нам впереди, у нас действительно может быть холодная зима с очень дорогим электричеством, вот уже говорили о том, что электричество у нас дефицит, с дорогим электричеством, с дорогим газом, целый комплекс, нас ждет зимой идеальный шторм, такое может сложиться ситуация, поэтому, естественно, об этом нужно говорить, и говорить не в промежутках между другими мероприятиями, которые кажутся, может быть, очень важными, но мне, с моей точки зрения, и думаю, что многие согласятся, что сейчас, например, не строительство железной дороги скоростной является первостепенной задачей, а решение вопроса вот, как мы протянем эту зиму, но это мое личное мнение. Константин Рангц и программа Климат-контроль до следующей пятницы, огромное спасибо, и будем думать над тем, как пережить эту зиму. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин